Девушки отдыхают Он хотел их и всю страну из пасти гитлеровского нацизма и поставил на место американцев Проходя мимо его тела, мало кто задумывался об иной, мрачной репутации Сталина Убийцей миллионов своего собственного народа Есть разные слова, которые могут быть к нему приложимы, но злодей наиболее подходящий Сталин установил в Советской России один из самых кошмарных кровавых режимов, какие только знал мир Непосредственный результат сталинской политики за период его правления Около 20 миллионов арестованных, около 7 миллионов расстрелянных Все созданное им превратилось в пыль И все было просто уничтожено Величайшие злодеи мира Иосиф Сталин В конце 1923 года Владимир Ленин, вождь большевистской партии, отец русской революции В полубессознательном состоянии умирал под Москвой Ему не давал покоя один вопрос Кто станет его преемником на посту руководителя государства? Существовало два явных лидера в этой гонке Яркий интеллектуал, создатель Красной Армии Лев Троцкий И безжалостный, 43-летний секретарь партии Иосиф Сталин Многие видели в качестве естественного преемника именно Троцкого Он обладал всеми интеллектуальными, идеологическими и организационными способностями вождя Он был лидером, настоящим лидером во время гражданской войны Сталин не мог сравниться с ним ни в одном из этих качеств В начале прошлого века Сталин был известен на юге России Как грабитель банков, агитатор и террорист Уже тогда в нем проявились качества, которые будут отличать его и в последующие годы Склонность к насилию и паранойя Это была очень замкнутая, коварная и в чем-то параноидальная личность Он никогда не был, что называется, своим парнем Никогда Почти 20 лет Сталин подвергался преследованию Лишь однажды в молодые годы у него был период жизни близкий к нормальной Но и тот продлился недолго Он познакомился с этой красивой молодой грузинской девушкой Екатериной Сванидзе Они поженились Она родила сына Но спустя три года умерла от тифа Рассказывали, что на ее могиле он сказал окружающим, что холодный камень Вошел в его сердце Он утратил всяческое сочувствие к людям В марте 1917 года в России произошла революция Царь Николай II отрекся от престола А год спустя вместе со всей семьей был расстрелян В Петрограде начались беспорядки Проделав долгий путь из сибирской ссылки Сталин оказался в городе полном революционных солдат Бесконечные сталинские скитания по тюрьмам Должны были окупиться На протяжении 1917 года он был в центре всех организационных мероприятий По подготовке к революции, проводимых в Петрограде партией большевиков В октябре того же года произошла вторая революция К власти пришли большевики-ленинцы И Сталин оказался ближе к власти, которой всегда стремился С холодным расчетом он начал продвигаться к руководству партии Однажды он провел меня с собой в Большой театр, где происходило большое партийное собрание Я туда пошел с большим интересом, потому что мне хотелось увидеть и услышать Ленина и Троцкого Рядом с Лениным и Троцким в тот вечер на сцене был Сталин Мой брат толкнул меня локтем и сказал Мой брат толкнул меня локтем и сказал Обрати внимание, это фактический диктатор России Фактический диктатор России В январе 1924 года Ленин умер и Сталин увидел возможность захватить власть Сталин имел очень большую организационную власть, как в государстве, так и в партии Особенно в партии Он лично комплектовал штаты важнейших комитетов А если у вас есть власть расставлять людей по местам, они действительно становятся вашими людьми Думаю, они увидели в Сталине вождя, который сможет руководить партией без фракционных склоп Которые тянулись начиная с 1921 года Зная истинный характер Сталина, Ленин написал перед смертью Сделавшись генсеком, он сосредоточил в своих руках необъятную власть И я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью Партия решила проигнорировать ленинское предупреждение относительно Сталина Это было решением, о котором вскоре пожалеют миллионы Он был, это простое слово, он был злопамятным Он был, это простое слово, он был злопамятным, феноменально злопамятным И все те люди, которые каким-то образом вызывали у него недовольство Они были обречены рано или поздно Сталин пришел к власти И к концу 20-х годов его власть стала безграничной Впереди лежал 30-летний период разгула террора и насилия В 1927 году Сталин выдвинул свой первый пятилетний план массовой и ускоренной индустриализации Советского Союза Но для этого великого прыжка, как он говорил, в изобилии требовалось одно Продовольствие Продовольствие в требуемых масштабах не хватало Следовательно, гигантская программа индустриализации не могла быть реализована Сталин в итоге положил конец дискуссиям Заявив, что сначала нужно провести коллективизацию Сталинская коллективизация должна была объединить мелкие крестьянские хозяйства В крупные коллективные хозяйства под контролем государства И хотя пропагандистские фильмы изображали колхозную жизнь как своего рода рай на земле В действительности все было иначе Для крестьянства это оказалось катастрофой На Украине, где сопротивление коллективизации было наиболее сильным До сих пор неизвестно количество миллионов погибших Один миллион погиб только на севере Чтобы выжить, люди порой прибегали к каннибализму Их страдания не волновали Сталина И ему нужны были козлы отпущения Больше всего это вызывало недовольство у зажиточных крестьян Так называемых кулаков Они сопротивлялись коллективизации, потому что им было что терять Поэтому в случае с кулаками нужно было либо убивать их Либо высылать куда-нибудь подальше на север Где они могли жить или умирать Непосредственно в результате коллективизации погибло 5 миллионов человек Тех, кого не убили по приказанию Сталина Отправляли в трудовые лагеря системы ГУЛАГа Сознательно направляемые в самые суровые регионы России Заключенные превращались в рабов и работали до смерти Гигантские индустриальные проекты, как Днепровская плотина или Беломорский канал Стали живым адом для сотен тысяч людей, погибших в ходе строительства Нам никто ничего не говорил, не объяснял, почему нас забирают, что мы сделали Почему мы здесь оказались Никто нам ничего не объяснял К нам относились Просто как к рабам Марии Слугоцки в 1939 году было 18 лет Когда всю ее семью депортировали из родного дома в Южной Польше В сибирский трудовой лагерь Людей заталкивали в вагоны так, что мы едва могли шевелиться Я знаю, я видела, как тех, кто умер, выбрасывали из поезда Их никто не хоронил Никто Через три месяца пути Мария и ее семья оказались в Красноярске, городе в Восточной Сибири Мы должны были ходить на работу в лес Потому что нам сказали, если не будете работать, никакой еды не получите Мы должны были рубить деревья в лесу Я перебиралась от дерева к дереву ползком Потому что там был очень глубокий снег Если идти, просто провалишься Люди умирали просто как мухи Дети, особенно молодежь, почти все умерли Умирали все Их судьба не волновала Сталина Однажды он обмолвился Одна смерть – это трагедия Миллион смертей – это просто статистика В начале 30-х годов власть Сталина в России стала абсолютной А для населения Советского Союза началась самая кровавая декада его правления Я думаю, к концу 1920-х годов Сталин оказался в тисках своего рода паранойи Он постоянно видел себя в окружении врагов Внутренних, внешних, партии, стране И террор до какой-то степени был вызван его параноидальными страхами То, что позже назвали великим террором Началось в 1934 году на съезде коммунистической партии Сталин ожидал, что его перевыборы на пост генерального секретаря партии станут простой формальностью К его ужасу против его кандидатуру проголосовало 300 делегатов В то время как против популярного партийного фаворита Кирова всего трое Это укрепило его в мысли, что в партии есть фракция, которая пытается подсидеть его Он начал повсюду видеть врагов Сталинская месть за измену оказалась скорой В том же году, при загадочных обстоятельствах, был убит Киров Из 1961 делегата 17 съезда, 1108 человек были расстреляны Из 139 членов Центрального комитета, 98 были расстреляны Чистки были устроены Сталином для того, чтобы установить в обществе новую дисциплину Каждый понял, что если не проявлять полнейшей лояльности и демонстративной преданности Сталину То можно оказаться в подвалах Луганки Быть немедленно казненным Или попасть в тюрьму или лагерь на 25 лет Это происходило сплошь и рядом НКВД по приказам Сталина и своей штаб-квартиры на Луганке Сеяло страх по всей стране Тысячи были арестованы и обвинены в чем угодно От шпионажа и саботажа до заговора с целью убийства Сталина Сталин лично подписывал тысячи смертных приговоров От одного слова Одного движения пальца решали судьбы миллионов людей и целых народов Борис Ефимов в 30-е годы был одним из ведущих советских политических карикатуристов Его брат Кольцов пал жертвой сталинского террора Мой старший брат был очень известным популярным деятелем Это был очень энергичный, умный, самостоятельный, инициативный человек Сталин таких людей не любил Он любил, он признавал только тех, которые без всяких каких-то сомнений выполняли его волю Но настал день Кольцова Вернее, ночь 2 февраля 40-го года Кольцов был расстрелян А до этого его продержали в НКВД почти полтора года Как брату одного из врагов Сталина, Борису Ефимову тоже грозил арест Он не жалел собственную мать Он не жалел собственную мать Вообще жалеть кого-нибудь, это не было в его природе Почему же он меня оставил? Почему же он меня оставил? Его нравились мои рисунки Старый враг Сталина Троцкий, который жил в изгнании в Мексике, в 1940 году был убит ледоробом Армия, созданная Троцким, подверглась чистым 40 тысяч офицеров были арестованы, почти 15 тысяч расстреляны А остальные отправлены в лагеря на работу до смерти Сталин так или иначе говорил народу Советского Союза Никто не может чувствовать себя в безопасности Я могу сказать, что он не может быть в безопасности Сталин не просто расправлялся со своими жертвами Он вычеркивал их из истории Он не щадил никого Николай Ежов, глава НКВД, в 1940 году был арестован и расстрелян Сталин сделал так, что и он исчез тоже Даже жена Сталина, Надежда, не пережила великий террор В 1932 году, доведенной до отчаяния его к себе отношениям Во время официального приема она вышла из комнаты и застрелилась Поразительно, но чем больше жестоко сдемонстрировал Сталин Тем больше народ преклонялся перед ним Сочетание пропаганды и постоянно существующие угрозы преследований Превратили Сталина в полубога Позже это назвали культом личности Идея культа заключалась в том, что русский народ Всем оказывался обязан партии Партии, государству и своему вождю В этом смысле все общество оказывалось в долгу Одним из существенных аспектов этой, так сказать, системы подарков Являлась необходимость выражения благодарности Сталину Поскольку ты всегда в долгу, ты благодаришь его за все подарки Например, за социальные услуги и вообще за все, что у тебя есть И фраза «Спасибо, товарищу Сталину за наше счастливое детство» означает, что у детей счастливое детство лишь потому, что его обеспечил им Сталин Одним из таких счастливых детей была девочка, которая изображена на этой фотографии Фотография была названа «Друг детей» Она была сделана в 1936 году Сталин держит на руках шестилетную Гелю Маркизову Она вспоминает тот день, когда был сделан этот снимок Я встала, взяла эти цветы, встала и пошла в президиум По пути меня спросили, куда я иду, а я говорю, к Сталину Тут все начали кричать «Поцелуй его!» Я поцеловала Сталина, помню ощущение счастья от того, что оказалось на руках у Сталина На утро я проснулась абсолютно знаменитой На утро я проснулась абсолютно знаменитой Слава Геле оказалась недолгой Год спустя отец Геле, Ордан, был арестован по обвинению в шпионаже Как сказала мама, он не волновался абсолютно Он говорил, что не ощущает себя виновным Сказал, это недоразумение, я скоро вернусь Но оказалось, все по-другому В 1938 году его расстреляли Но совсем все получилось по-другому В 1938 году его расстреляли Через год после убийства отца, мать Геле была найдена с перерезанным горлом Официальной версией объявили самоубийство Но спустя 50 лет, Геле узнала, что ее мать была убита по распоряжению нового руководителя Сталинского НКВД Лаврентия Берри В этом деле я нашла документ В этом деле я нашла документ Письмо на имя Берри от начальника местного туркистанского отдела НКВД О том, что здесь находится Сыльная Маркизова, Доминика Федоровна Ее дочь была сфотографирована на руках у Сталина Кроме того, у нее есть подарки от Сталина И пять фотографий Кроме того, у нее есть подарки от Сталина И пять фотографий Мы беспокоимся, что она будет этим бравировать Что она будет этим бравировать Такая прямо фраза была И дальше вопрос, что нам делать И рядом четко синим карандашом Берии написано «Устранить» Вот и все Хотя к 1939 году террор Сталина поутих Еще более страшное испытание ждал русский народ В лице Адольфа Гитлера Человека, который считал Сталина подлинным гением политического террора 22 июня 1941 года нацисты напали на Россию Но Сталин оказался совершенно не готов к этому Ослабленная чистками 30-х годов Красная Армия За первые несколько месяцев боев Потеряла убитыми или попавшими в плен почти 65% численного состава Нацисты оказались в считанных километрах от Москвы Многие говорят, что заслуга Сталина перед Россией в том, что он смог погнать назад гитлеровские танки в ходе Второй мировой войны Но я бы сказал, что на самом деле Во-первых, вторжение вообще не зашло бы так далеко Потому что все жители западных приграничных территорий Которые встречали Гитлера с распростертыми объятиями Могли бы оказать ему сопротивление А во-вторых, промышленность, сельское хозяйство и вообще моральный дух страны Ничто не было готово к войне в 1941 году В отличие от 1943-1944 годов Столкнувшись с беспрецедентной жестокостью, советский народ бросился в бой Но даже когда миллионы русских гибли под Сталинградом и умирали от голода в осажденном Ленинграде Сталин продолжал их терроризировать Если человек перед войной сидел в тюрьме или лагере Его мобилизовали, посылали на фронт Но вне зависимости от того, что он совершил на фронте По возвращении его немедленно снова арестовывали и отправляли обратно Таких называли повторниками На мой взгляд, это ярчайшее проявление крайней жестокости и цинизма сталинской системы Когда в мае 1945 года пал Берлин, советский народ, потерявший в войне 27 миллионов соотечественников, почувствовал, что достоин лучшей судьбы Но для Сталина это не имело никакого значения Величайшая трагедия всего советского периода в том, что люди приносили себя в жертву ради того дня, который не наступил никогда Теперь укрытая за железным занавесом сталинская паранойя, стала только усиливаться Он нашел нового врага в лице народа более других пострадавшего в ходе войны Большинство известных евреев во всех областях деятельности были арестованы и обвинены в неком сионистском заговоре В ходе процесса, получившем название дело врачей, медикам-евреям предъявили обвинение в отравлении людей и убийстве больных на операционных столах Обвинить евреев казалось естественным, поскольку у них не было национальной преданности Сталин подозревал, что они могут проявить большую верность новому государству Израиль, нежели советской России Сталин уже вынашивал планы по массовым процессам и депортации советских евреев Мы никогда не узнаем, смогло бы осуществиться сталинское окончательное решение еврейского вопроса или нет В ночь на 1 марта 1953 года у русского диктатора случился удар и он умер Трудно перечислить всех тех моих друзей и знакомых, близких, родных людей, которые погибли ни за что, ни про что, без всякой вины Приходили, забирали, там били, они во всем признавались и их расстреливали И таких были миллионы Величайшая трагедия для русского народа в том, что человек, безжалостно убивавший на протяжении всех лет своего правления Человек, которого Запад добродушно называл дядюшка Джо, никогда не будет призван к ответу за свои преступления Почему же он меня оставил? Ему нравились мои рисунки Старый враг Сталина Троцкий, который жил в изгнании в Мексике, в 1940 году был убит ледоробом Армия, созданная Троцким, подверглась чисткам 40 тысяч офицеров были арестованы, почти 15 тысяч расстреляны, а остальные отправлены в лагеря на работу до смерти Сталин так или иначе говорил народу Советского Союза Никто не может чувствовать себя в безопасности Я могу... Сталин не просто расправлялся со своими жертвами Он вычеркивал их из истории, он не щадил никого Николай Ежов, глава НКВД, в 1940 году был арестован и расстрелян Сталин сделал так, что и он исчез тоже Даже жена Сталина, Надежда, не пережила великий террор В 1932 году, доведенной до отчаяния его к себе отношениям, во время официального приема она вышла из комнаты и застрелилась Поразительно, но чем большую жестокость демонстрировал Сталин, тем больше народ преклонялся перед ним Сочетание пропаганды и постоянно существующие угрозы преследований превратили Сталина в полубога Позже это назвали культом личности Идея культа заключалась в том, что русский народ всем оказывался обязан партии Партии, государству и своему вождю В этом смысле все общество оказывалось в долгу Одним из существенных аспектов этой, так сказать, системы подарков Являлась необходимость выражения благодарности Сталину Поскольку ты всегда в долгу, ты благодаришь его за все подарки Например, за социальные услуги и вообще за все, что у тебя есть И фраза «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» означает, что у детей счастливое детство лишь потому, что его обеспечил им Сталин Одним из таких счастливых детей была девочка, которая изображена на этой фотографии Фотография была названа «Друг детей» Она была сделана в 1936 году Сталин держит на руках шестилетную Гелю Маркизову Она вспоминает тот день, когда был сделан этот снимок Я встала, взяла эти цветы, встала и пошла в президиум По пути меня спросили, куда я иду, а я говорю, к Сталину Тут все начали кричать, поцелуй его Я поцеловала Сталина, помню ощущение счастья от того, что оказалось на руках у Сталина На утро я проснулась абсолютно знаменитой На утро я проснулась абсолютно знаменитой Слава Геле оказалась... При загадочных обстоятельствах был убит Киров Из 1961 делегата 17 съезда 1108 человек были расстреляны Из 139 членов Центрального комитета, 98 были расстреляны Чистки были устроены Сталином для того, чтобы установить в обществе новую дисциплину Каждый понял, что если не проявлять полнейшей лояльности и демонстративной преданности Сталину То можно оказаться в подвалах Луганки Быть немедленно казненным Или попасть в тюрьму или лагерь на 25 лет Это происходило сплошь и рядом НКВД по приказам Сталина из своей штаб-квартиры на Луганке Сеяло страх по всей стране Тысячи были арестованы и обвинены в чем угодно От шпионажа и саботажа до заговора с целью убийства Сталина Сталин лично подписывал тысячи смертных приговоров От одного слова Одного движения пальца решались судьбы миллионов людей и целых народов Борис Ефимов в 30-е годы был одним из ведущих советских политических карикатуристов Его брат Кольцов пал жертвой сталинского террора Мой старший брат был очень известным популярным деятелем Это был очень энергичный, умный, самостоятельный, инициативный человек Сталин таких людей не любил Он любил, он признавал только тех, которые без всяких каких-то сомнений выполняли его волю Но настал день Кольцова Вернее, ночь 2 февраля 40-го года Кольцов был расстрелян А до этого его продержали в НКВД почти полтора года Как брату одного из врагов Сталина, Борису Ефимову тоже грозил арест Он не жалел собственную мать Он не жалел собственную мать Жалеть кого-нибудь это не было в его природе Вообще жалеть кого-нибудь это не было в его природе Почему же он меня оставил? Почему же он меня оставил? Его нравились мои рисунки Старый враг Сталина Троцкий, который жил в изгнании в Мексике, в 1940 году был убит ледоробом Армия, созданная Троцким, подверглась чистым 40 тысяч офицеров были арестованы, почти 15. Дети, особенно молодежь, почти все умерли. Умирали все. Их судьба не волновала Сталина. Однажды он обмолвился. Одна смерть – это трагедия. Миллион смертей – это просто статистика. В начале 30-х годов власть Сталина в России стала абсолютной. А для населения Советского Союза началась самая кровавая декада его правления. Я думаю, к концу 1920-х годов Сталин оказался в тисках своего рода паранойи. Он постоянно видел себя в окружении врагов – внутренних, внешних, партий, в стране. И террор до какой-то степени был вызван его параноидальными страхами. То, что позже назвали великим террором, началось в 1934 году на съезде коммунистической партии. Сталин ожидал, что его перевыборы на пост генерального секретаря партии станут простой формальностью. К его ужасу против его кандидатуру проголосовало 300 делегатов, в то время как против популярного партийного фаворита Кирова – всего трое. Это укрепило его в мысле, что в партии есть фракция, которая пытается подсидеть его. Он начал повсюду видеть врагов. Сталинская месть за измену оказалась скорой. В том же году, при загадочных обстоятельствах, был убит Киров. Из 1961 делегата 17-го съезда, 1108 человек были расстреляны. Из 139 членов Центрального комитета, 98 были расстреляны. Чистки были устроены Сталином для того, чтобы установить в обществе новую дисциплину. Каждый понял, что если не проявлять полнейшей лояльности и демонстративной преданности Сталину, то можно оказаться в подвалах Луганки, быть немедленно казненным, или попасть в тюрьму или лагерь на 25 лет. Это происходило сплошь и рядом. НКВД по приказам Сталина и своей штаб-квартиры на Луганке сеяло страх по всей стране. Тысячи были арестованы и обвинены в чем угодно. От шпионажа и саботажа до заговора с целью убийства Сталина. Сталин лично подписывал тысячи смертных приговоров. От одного слова, одного движения пальца решали судьбы миллионов людей и целых народов. Борис Ефимов в 30-е годы был одним из ведущих советских политических карикатурителей. Это выражение благодарности Сталину, поскольку ты всегда в долгу, ты благодаришь его за все подарки, например, за социальные услуги и вообще за все, что у тебя есть. И фраза «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» означает, что у детей счастливое детство лишь потому, что его обеспечил им Сталин. Одним из таких счастливых детей была девочка, которая изображена на этой фотографии. Фотография была названа «Друг детей». Она была сделана в 1936 году. Сталин держит на руках шестилетную Гелю Маркизову. Она вспоминает тот день, когда был сделан этот снимок. Я встала, взяла эти цветы, встала и пошла в президиум. По пути меня спросили, куда я иду, а я говорю «К Сталину». Тут все начали кричать «Поцелуй его». Я поцеловала Сталина. Помню ощущение счастья от того, что оказалось на руках у Сталина. Наутро я проснулась абсолютно знаменитой. Наутро я проснулась абсолютно знаменитой. Слава Гелия оказалась недолгой. Год спустя отец Гели, Ордан, был арестован по обвинению в шпионаже. Как сказала мама, он не волновался абсолютно. Он говорил, что не ощущает себя виновным. Сказал «Это недоразумение, я скоро вернусь». Но оказалось, все по-другому. В 1938 году его расстреляли. Но совсем все получилось по-другому. В 1938 году его расстреляли. Через год после убийства отца, мать Гели была найдена с перерезанным горлом. Официальной версией объявили самоубийство. Но спустя 50 лет Гели узнала, что ее мать была убита по распоряжению нового руководителя Сталинского НКВД, Лаврентия Берри. В этом деле я нашла документ, письмо на имя Берри от начальника местного туркистанского отдела НКВД, о том, что здесь находится ссыльная Маркизова, Доминика Федоровна. Ее дочь была сфотографирована на руках у Сталина. Кроме того, у нее есть подарки от Сталина и пять фотографий. Кроме того, у нее есть подарки от Сталина и пять фотографий. Мы беспокоимся, что она будет этим бравировать. Такая прямо фраза была. И дальше вопрос, что нам делать. И рядом четко синим карандашом Берии написано «Устранить». Вот и все. Хотя к 1939 году террор Сталина по утих, еще более страшное испытание ждал русский народ в лице Адольфа Гитлера, человека, который считал Сталина подлинным гением политического террора. Его продержали в НКВД почти полтора года. Как брату одного из врагов Сталина, Борису Ефимову тоже грозил арест. Он не жалел собственную мать. Он не жалел собственную мать. Жалеть кого-нибудь, это не было в его природе. Это не было в его природе. Почему же он меня оставил? Почему же он меня оставил? Ему нравились мои ресурсы. Старый враг Сталина Троцкий, который жил в изгнании Мексики, в 1940 году был убит ледорубом. Армия, созданная Троцким, подверглась чистым. 40 тысяч офицеров были арестованы, почти 15 тысяч расстреляны, а остальные отправлены в лагеря на работу до смерти. Сталин так или иначе говорил народу Советского Союза. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Я могу сказать, что он не может чувствовать себя в безопасности. Сталин не просто расправлялся со своими жертвами. Он вычеркивал их из истории. Он не щадил никого. Николай Ежов, глава НКВД, в 1940 году был арестован и расстрелян. Сталин сделал так, что и он исчез тоже. Даже жена Сталина, Надежда, не пережила великий террор. В 1932 году, доведенной до отчаяния его к себе отношениям, во время официального приема она вышла из комнаты и застрелилась. «Сталин и полковатку, товарищу Сталину! Ура!» Поразительно, но чем большую жестокость демонстрировал Сталин, тем больше народ преклонялся перед ним. Сочетание пропаганды и постоянно существующие угрозы преследований превратили Сталина в полубога. Позже это назвали культом личности. Идея культа заключалась в том, что русский народ всем оказывался обязан партии. Партии, государству и своему вождю. В этом смысле все общество оказывалось в долгу. Одним из существенных аспектов этой, так сказать, системы подарков являлась необходимость выражения благодарности Сталину. Поскольку ты всегда в долгу, ты благодаришь его за все подарки, например, за социальные услуги и вообще за все, что у тебя есть. И фраза «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» означает, что у детей счастливое детство лишь потому, что его обеспечил им Сталин. Одним из таких счастливых детей была девочка, которая изображена на этой фотографии. Фотография была названа «Друг детей». Она была сделана в 1936 году. Сталин держит на руках шестилетную Гелю Маркизову. Она вспоминает тот день, когда был сделан этот снимок. Я встала, взяла эти цветы, встала и пошла. Я встала, взяла эти цветы, прокивал их из истории. Он не щадил никого. Николай Ежов, глава НКВД, в 1940 году был арестован и расстрелян. Сталин сделал так, что и он исчез тоже. Даже жена Сталина, Надежда, не пережила великий террор. В 1932 году, доведенной до отчаяния его к себе отношениям, во время официального приема она вышла из комнаты и застрелилась. Поразительно, но чем большую жестокость демонстрировал Сталин, тем больше народ преклонялся перед ним. Сочетание пропаганды и постоянно существующие угрозы преследований превратили Сталина в полубога. Позже это назвали культом личности. Идея культа заключалась в том, что русский народ всем оказывался обязан партии. Партии, государству и своему вождю. В этом смысле все общество оказывалось в долгу. Одним из существенных аспектов этой, так сказать, системы подарков, являлась необходимость выражения благодарности Сталину. Поскольку ты всегда в долгу, ты благодаришь его за все подарки, например, за социальные услуги и вообще за все, что у тебя есть. И фраза «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» означает, что у детей счастливое детство лишь потому, что его обеспечил им Сталин. Одним из таких счастливых детей была девочка, которая изображена на этой фотографии. Фотография была названа «Друг детей». Она была сделана в 1936 году. Сталин держит на руках шестилетную Гелю Маркизову. Она вспоминает тот день, когда был сделан этот снимок. Я встала, взяла эти цветы, встала и пошла в президиум. По пути меня спросили, куда я иду, а я говорю, к Сталину. Тут все начали кричать «Поцелуй его!». Я поцеловала Сталина. Помню ощущение счастья от того, что оказалось на руках у Сталина. Наутро я проснулась абсолютно знаменитой. Слава Гелия оказалась недолгой. Год спустя отец Гели, Ордан, был арестован по обвинению в шпионаже. Как сказала мама, он не волновался абсолютно. Он говорил, что не ощущает себя виновным. Сказал, это недоразумение, я скоро вернусь. Но оказалось, все по-другому. В 1938 году его расстреляли. У нас снова вернулся, но совсем все получилось по-другому. В 1938 году его расстреляли. Через год после убийства отца, мать Гели была найдена с перерезанным горлом. Официальной версией объявили самоубийство. Но спустя 50 лет Гелия...